Мест, где, несмотря на возраст, можно получить острые ощущения, в областной столице очень много. Десятки различных открытых площадок. Только вот насколько это законно, а главное безопасно, многие не задумываются до наступления плачевных последствий. Так, например, в прошлом году с точно такого же аттракциона сорвалась маленькая девочка. Крепление соскочило и, как результат, тяжкий вред здоровью после падения с высоты. Индивидуального предпринимателя, владельца тарзанки с батутом, за такие последствия, возможно, привлекут к уголовной ответственности. Уже сейчас дело направлено на рассмотрение в суд. Документы на батутный комплекс «Кенгуру». Вот тут показана реклама на его, где как используется. Стандартный набор для владельца аттракционов в областной столице. Инструкция по эксплуатации на несколько десятков листов договор на аренду земли. Больше никаких документов. Да, в принципе, и не надо, ведь проверять никто не придет. В области нет ни одного ведомства, которое может протестировать оборудование. Единственное, к чему, например, может проявить интерес администрация города – к месту расположения. Ведь пружинищий дом с грустным зайцем на крыше или огромного горыныча надуть можно только там, где разрешат. Перед этим нужно выиграть конкурс. У кого оборудование совершеннее, а сумма арендной платы выше, тот и победил. В городе Волога определены три места для размещения батутов. Это у стадиона «Локомотив» Парк Победы, площадь Чайковского и сквер у магазина «Элма». Остальные батуты по городу Волога где-то размещены незаконно. Исключение из этого правила – частная территория. Огромные площади рядом с торговыми центрами и другими крупными объектами под батуты и горки могут отдать индивидуальные землевладельцы. Все остальные – вне закона. Вот так и получается выгода. Предприниматель со своим аттракционом продает вам услугу и оплачивает аренду. И только он в минуты экстрима отвечает за безопасность посетителей. Другой вопрос – когда владельца днем с огнем не сыщешь, вместо него дежурят люди, которые выполняют роль кассиров. Можно предположить, что ценность таких сотрудников заключается в умении считать деньги и минуты радости посетителя. А ведь с подобной горки совсем недавно буквально выпал юный вологжанин. На случай, который мог стать трагичным, в сети написал его отец. Дословно обошлось без травмы и спуга. Что бы сделал кассир-школьник, на месте которого произошла бы ситуация с более тяжкими последствиями, неизвестно. Остается надеяться, что подобное не случится никогда. Павел Громов, Дмитрий Парфенов. Новости Вологды.